Я Рик Реннер, и я сижу на разваленных школах Тирана в самом центре Древнего Ефеса. Я здесь, в школе Тирана, где два года базировалось служение апостола Павла. В 19 главе Деяния написано, что Павел учил здесь каждый день утром и днем в течение двух лет. Люди приходили и уходили, шли потоком, желая услышать слова Павла. И в 19 главе мы видим, что здесь происходили чудеса и знамения, люди спасались. Собиралось множество людей, провозглашая Иисуса Господом в своей жизни. Они обращались от греха, раскаивались, наполнялись Святым Духом. Бог хочет, чтобы мы были наполнены Святым Духом. Мы должны быть крещены Святым Духом. Это наше первоначальное переживание Божьей силы. А затем мы должны наполняться вновь и вновь. В Ефесянам 5.18 написано, что мы должны постоянно исполняться Духом. Ведь это не единовременное переживание, но процесс постоянного наполнения и подчинения себя власти силы Святого Духа. Я не могу даже представить себе, сколько людей были наполнены Святым Духом в этом самом месте. Эти камни. Не мы свидетели того, как люди переживали Божью силу, наполнялись Святым Духом, так же, как и сегодня Бог хочет наполнять вас Святым Духом. Вы знаете, что Библия говорит о наполнении Духом? Знаете ли вы, как им исполнится? И как продолжать наполняться? Это очень важно. Об этом я хочу поговорить с вами сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Сегодня мы продолжим разговор о том, как быть наполненным Святым Духом и что книга Деяния открывает нам о двух действиях благодати. В прошлой программе мы говорили о первом действии благодати, о получении спасения, 20 глава Иоанна. И сегодня мы прочтем, что Иисус дарует нам что-то еще. Есть второе действие благодати, наполнение, крещение Святым Духом, и мы ясно видим это в книге Деяний. Но сначала хочу предложить вам свою книгу, которая называется «Дух Святой и ты – могущественный дуэт». Замечательная книга. Перед началом программы я пролистал ее еще раз. Здесь много говорится о том, как развивать более глубокие взаимоотношения со Святым Духом. Действовать в Божьей силе. Узнать, как слышать и различать Его голос. Эффективно молиться. И твердо стоять в вере. Если у вас нет этой книги, закажите ее, она укрепит вас в вере. Хочу зачитать отрывок по сегодняшней теме. Он отлично выражает мои переживания, наполнения Святым Духом. Вы жаждете знать и пережить больше сверхъестественного действия Святого Духа, правда? Если дар от сообщить, что Божье желание в разы превосходит ваше. Бог имеет безграничную силу дары, которые Он предназначил для действия в вашей жизни и в жизни вашей церкви. Прежде чем мы рассмотрим дары Святого Духа, хочу сказать, эти духовные дары обычно начинают действовать в жизни верующего после того, как он получил крещение Святым Духом. Именно о крещении Святым Духом мы будем говорить в этих программах. Это переживание исполнения, следующее за спасением. Поэтому я называю его вторым действием благодати. Открывается дверь человеку, дверь для действия в силе Божьей, сверхъестественных проявлениях Святого Духа. Когда человек кается в грехах и принимает Христа как Господа, Святой Дух мгновенно начинает жить в Его возрожденном Духе, приносит мир в Его сердце. Когда человек принимает крещение Святым Духом, это присутствие высвобождает поток Божьей силы, которая укрепляет верующего и дает ему способность могущественно действовать в духовных дарах на благо людей и для распространения Божьего Царства. И если вы никогда не получали, не переживали следующего действия благодати, которое происходит после спасения, призываю вас попросить об этом Господа сегодня. Вот почему это переживание часто называют дверью в сверхъестественное. Именно крещение Святым Духом раскрывает нас для действия сверхъестественной силы. И по этой причине нам нужно второе действие благодати. Сегодня мы будем читать из книг Деяний, но сначала кратко повторим то, что читали в 20-й главе Евангелия от Иоанна, в прошлой программе. И если вы пропустили, найдите эту программу на нашем сайте и посмотрите, потому что это имеет фундаментальное значение для вашего спасения и крещения Духом. Прежде всего, наполнение Святым Духом или крещение Духом не обязательно для того, чтобы быть спасенным и пойти на небо. На небеса попадают благодаря спасению. Им на его и получили ученики, и это описывается в 20-й главе Иоанна, 22-й стих, когда написано, что Иисус пришел в горницу после воскресения, дунул, так и написано в Синодальной Библии, и говорит им, «Примите Духа Святого». В прошлый раз мы говорили о том, что Иисус дунул на них, в греческом это слово «эмфусао», что означает «не дуть на», а «вдыхать в». Например, если бы я взял воздушный шарик, подул бы в него и надул бы его, я бы не стал дуть снаружи. Дуть на шарик снаружи бессмысленно, надо приложить его к губам и вдувать в него воздух, тогда он надувается. Именно такой процесс надувания шарика можно было бы описать греческим словом «эмфусао», «вдыхать в», «наполнять». То же самое слово используется во 2-й главе Бытия, 7-м стихе, где сказано, что когда Бог создал Адама, он вдохнул в него дыхание жизни. И в этот момент легкие Адама приняли жизнь, и он стал душою живою. То же самое слово используется в 20-й главе Иоанна, 22-м стихе, что означает, что когда Иисус дунул на учеников «эмфусао», лучше вот как перевести, «Иисус вдохнул в них, внутрь». Именно в этот момент он сказал, Иоанна 20-22, «Примите Духа Святого». «Примите», греческое слово «лабете», что означает «возьмите прямо сейчас, без промедления, берите». Это не было пророчеством о том, что в день Пятидесятницы, через 50 дней, произойдет что-то сверхъестественное. Иисус сказал прямо сейчас, в это самое мгновение, «Я хочу, чтобы вы приняли Святого Духа». Иисус вдохнул в них, и как в легкие Адама вошло дыхание жизни, в тот же момент ученики получили Святого Духа и стали рожденными свыше. Именно в этот момент они родились свыше. И плодом стал мир. Поэтому Иоанна 20-21, Иисус в связи с этим говорит, «Мир вам». Когда вы спасены, рождены свыше, вы обретаете мир с Богом. И если вы умрете, вы пойдете на небо. Вы спасены, вы рождены свыше, вы Дитя Божье. Но Иисус не оставил учеников только с этим. Он собрал их через 40 дней и сказал, «Теперь у меня есть еще кое-что для вас. Есть второе действие благодати. Если все, что у вас есть, спасение, вы не второсортный христианин, вы не хуже других. Просто вы еще не приняли то, что Иисус имеет для вас. Иисус хочет, чтобы вы это получили». Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, 24 главе, 49 стихе. Луки 24, 49. Иисус собрал учеников, готовясь зайти на небеса. В этом стихе Иисус говорит, «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставаетесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». К тому моменту ученики по канонам Нового Завета уже были спасены. Уже 40 дней как были спасены. Дух Святой был в них. Они были рождены свыше, запечатлены Святым Духом. Если бы они умерли, то пошли бы на небо. Они были возрожденными верующими, но Иисус хотел им дать кое-что еще. Спасение дало им мир, но им было нужно нечто большее. Им была нужна сила. Вы рады, что Бог не просто дает мир, оставляя без силы? Он дает нам мир и говорит, «Я хочу еще дать силу жить». Именно это происходит при втором действии благодати, о котором сам Иисус говорит в Луки 24, 49. «Теперь вы спасенные. Будьте в Иерусалиме, потому что я хочу сделать еще одно дело, дать второе, последующее переживание. Я наполню вас Святым Духом, и вы примете силу». Сила. Греческое слово «дунамис». Оно описывает сверхъестественную, взрывную силу, дающую способность делать то, что вы обычно не способны делать. Это непревзойденная сила, сила дунамис. Помним все это, давайте откроем первую главу Книги Деяний. Здесь, в первой главе Лука, излагает произошедшие события, начиная с четвертого стиха. Он ссылается на тот момент, о котором мы только что прочитали, в стихе 49, Луки 24. Он повторяет. «Но пересказывает его в первой главе Деяния, начиная с четвертого стиха». Вот так. «И собрав их, он повелел им, заметьте, что он не предлагает им выбор, но повелевает. Эта заповедь относится к вам и ко мне, исполняться Святым Духом». Иисус повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Затем, в пятом стихе, Лука продолжает слова Иисуса, «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Иисус описывает переживания, следующие за спасением, то, что я называю вторым действием благодати. И они ждали еще 10 дней в Иерусалиме. В Библии сказано, во второй главе Деяний, при наступлении Дня Пятидесятницы, все они были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Стих третий. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные почили по одному на каждом из них». Четвертый стих. И что дальше? «И исполнились все Духа Святого». Об этом пророчествовал Иисус в Луки 24, 49, и книге Деяний, первой главе, четвертом и пятом стихе. Это второе действие благодати. Вот они собрались вместе в горнице, уже спасенные, уже готовятся на небеса, но сейчас им предстоит встретиться с Божьей силой через следующее переживание. Второе действие благодати. Они должны получить крещение Святым Духом. «Если вы спасены, но не исполнены Духа, Иисус повелевает вам сделать это». Во второй главе Деяний начинается закономерный процесс. Мы обнаруживаем, что происходит каждый раз, когда человек исполняется Святым Духом. И во второй главе Деяний, в четвертом стихе, они исполнились все Святого Духа и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. А теперь рассмотрим это проявление, описанное в главах второй, восьмой, девятой, десятой и девятнадцатой. Во всех этих отрывках мы читаем о том, как люди исполняли Святого Духа. Это последующее, второе переживание, второе действие благодати. В каждом из этих случаев они начинали говорить на языках каждый раз. Именно так написано в книге Деяний. И вы обнаружите, что это происходило не только в первые годы за рождение церкви, но и в девятнадцатой главе Деяний, через двадцать три года после Дня Пятидесятницы, через двадцать три года люди все еще исполняли Святым Духом с теми же проявлениями. И все это происходило. Люди всегда получали крещение Святым Духом. Книга Деяний не говорит нам о иных проявлениях. И все начинается здесь, во второй главе Книги Деяний, в четвертом стихе. И исполнились все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Теперь давайте перейдем к восьмой главе. В ней мы читаем о том, что Филипп отправляется в Самарию и проповедует там Евангелие. Здесь описываются такие события. Катый стих. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, «Слыша и видя, какие Он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе». Далее мы читаем в 12 стихе. Но когда поверили Филиппу, который благовествовал о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились мужчины и женщины. Если они крестились, значит, они уже были спасены, потому что неспасенных людей не крестят. Итак, Филипп знал, что они спасены, рождены свыше, Дух Святой был в них, им было необходимо водное крещение. Водное крещение — подтверждение того, что уже спасены, рождены свыше, и если вдруг умрут, то пойдут на небо. Но Бог не закончил свою работу с ними. В 14 стихе написано, «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Анна, стих 15, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого». Нам нужно понимать Писание. Они уже спасены. То есть, уже Дух Святой в них. И написано, что о них помолились, чтобы они приняли Святого Духа, имеется в виду второе переживание наполнения Святым Духом. «Ибо Он еще не сходил ни на одного из них, а только были крещены во имя Господа Иисуса». 16 стих подтверждает. «Они были спасены, рождены свыше, но они еще не получили вторичного переживания». Тогда, 17 стих, «Возложили на них руки, и они приняли Духа Святого, наполнились Святым Духом». Мы видим два переживания в одной главе. Во-первых, жители Самарии каются, начинают верить, принимают водное крещение. Они рождены свыше. Они назвали Иисуса своим Господом, омыты Его кровью, и если вдруг умрут, пойдут на небо. У них есть мир с Богом. Но им нужна сила. И апостолы в Иерусалиме знали, что им нужна сила. Нехорошо было оставить их в том состоянии, в котором они были. Поэтому апостолы послали Петра и Иоанна, которые пришли, возложили на самаритян руки, помолились, и тут же на них сошел Святой Дух. Они наполнились Божьей силой, и мы знаем, что они начали говорить на языках. А откуда мы это знаем? Читаем дальше. 18 стих. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. Кем он был? Колдуном. Он знал сверхъестественную силу. Он знал нечистую силу. И он что-то заметил. Он что-то увидел. Когда апостолы возлагали руки на людей, происходило нечто настолько ощутимое, видимое, слышимое, что Симон видел это. Видеть означает лично наблюдать. Были внешние проявления, которые он мог наблюдать. А поскольку мотивы его были нечистыми, в 19 стихе он просит, «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Он даже предложил деньги за эту способность, чтобы люди получали наполнение Святым Духом. 20 стих. «Но Петр ему сказал, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». И стих 21 помогает понять, что произошло, когда эти люди исполнились Духа Святого. «Нет тебе в всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом». «Всем» — здесь в греческом используется слово «логос», а «логос» означает слова. Вот дословный перевод. «Нет тебе части и жребия в всем логос». «В этом говорении». То есть Симон слышал, что кто-то начал говорить на языках, и он определил, что они исполнились Духа Святого. Был признак говорения на языках, логос. И Петр говорит, «Это нельзя купить за деньги». И твое желание купить это говорит нам о том, что сердце твое нечистое. Тебе нет в этом части, нет жребия в этом логосе, в этой сверхъестественной речи. Итак, люди были спасены, наполнены Святым Духом и заговорили на языках. Так вот, для тех, кто утверждает, что говорение на языках и сверхъестественное исполнение Святым Духом происходило только в те годы, только тогда, я хочу вам помочь. Событие второй главы Деяний произошло в 30-м году. События восьмой главы, о которых мы только что читали, произошли в 31-м году. То есть год спустя люди все еще получали спасение и тут же получали крещение Святым Духом и начинали говорить на языках. Но это еще не все. Давайте откроем девятую главу Деяний. В девятой главе мы читаем свидетельство апостола Павла о том, как он получил спасение. Он принял спасение по дороге в Дамаск, и мы читаем об этом в девятой главе, шестом стихе. Саввл упал на землю. Он увидел сияние славы, увидел Иисуса и говорит, «Господи, что повелишь мне делать?» В тот момент он назвал Иисуса Господом. Он получил спасение. И мы видим ту же последовательность. Дух Святой входит, Саввл рождается свыше, но Иисус не оставляет его в том состоянии. У Иисуса есть кое-что еще. Есть второе, последующее действие благодати, о котором мы читаем в 17 стихе. Анания, ученик, пришел к Саввлу и понял, что Саввлу необходимо пережить следующее действие. Получить крещение Духом. Анания пошел, вошел в дом, возложил на него руки и сказал, «Брат Саввл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, к которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого». Итак, Саввл был спасен. Он имел мир с Богом, правильное отношение с Богом. И если бы он умер, он пошел бы на небеса. Но силы у него не было. Ему нужно было пережить последующее действие благодати. Поэтому Иисус посылает Ананию, которая возлагает руки на Саввла. И в Библии сказано, что Саввл исполнился Духа Святого. И даже хотя в 9 главе прямо не сказано, что он говорил на языках, мы знаем, что это произошло, потому что в 1 послании Коринфянам 14, 18 Павел ясно говорит, «Я более всех вас говорю языками». Павел, исполнившись Святого Духа, заговорил на иных языках. Затем мы переходим к 10 главе Деяния. И там мы находим, что Петр пошел в дом Корнилия, который был язычником. Петр начал проповедовать. И в книге Деяния 10, 44, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. Библия говорит, что они получили дар Святого Духа. 46 стих. «Ибо слышали их, говорящих языками, и величающих Бога». 47 стих. «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Это было удивительное событие, потому что эти люди сразу пережили оба действия благодати. Это может происходить в одно и то же время и должно происходить сразу, но обычно не происходит по причине неведения. Божья воля в том, чтобы оба действия благодати происходили одновременно. Спасение и мгновенное исполнение Святым Духом. В большинстве случаев в Библии эти два события разделены интервалом времени, но не обязательно так должно быть. И здесь, в 10 главе Деяний, слушавшие проповедь Петра спасаются и сразу исполняются Духом. И, согласно Библии, начинают говорить на языках. Итак, мы видим эту последовательность. Спасение, наполнение Духом, знамением которого является говорение на языках. Далее, в 19 главе книги Деяний апостол Павел пребывает в Ефес. И в этой главе, мы читаем, когда Павел пришел в Ефес, он нашел там группу людей, которые уверовали по проповеди Иоанна Крестителя. Это были иудеи, которые, вероятно, были в Израиле и слышали, как Иоанн проповедовал и призывал людей покаяться и верить в грядущего Мессию. Они покаялись, крестились от Иоанна, но не родились свыше. Они пережили Ветхозаветное крещение по вере в грядущего Мессию. Теперь, вернувшись в Ефес, они уже долго ждали Мессию. Приходит Павел и говорит им, Деяние 19.3, «Во что же вы крестились?» И они ответили, «В Иоанново крещение». И Павел сказал им, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем». Затем он говорит, «Я скажу вам, кто это?» Это Христос. Он рассказал им, что Иисус уже пришел. Услышав это, 5 стих, «они крестились во имя Господа Иисуса, они приняли новозаветное крещение, они родились свыше, крестившись, они по-настоящему спасены». Но Павел не говорит, «Замечательно, что вы уверовали во Христа?» «Все, я все сделал». Он знает, что им необходимо последующее действие благодати. «И что говорит Библия, 6 стих?» «И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Каждый раз в Библии мы находим последующее действие благодати. Послушайте внимательно. События 2 главы Деяний произошли в 30-м году. События 8 главы в 31-м, через год. 9 глава – это уже 34-й год. Через 4 года после Дня Пятидесятницы. 10 глава – 37-й год. 19 глава – 53-й год. 23 года, со Дня Пятидесятницы. Это происходило не только в первые несколько лет. Таким образом, Бог работал с Церковью до протяжения всей Книги Деяний. Это пример того, как Бог действует сегодня. Есть первое действие – благодать и спасение, плод которого – мир. И есть второе действие – спасение, исполнение, крещение Святым Духом, плод которого – сила. Итак, в Книге Деяний мы находим проявление первого и второго действия благодати. Таким образом, Бог действует, работает с нами. Если вы еще не получили, не пережили второго переживания, наполнение и крещение Святым Духом, Бог хочет, чтобы вы это пережили. Я вернусь через мгновение и помолюсь за вас. Вы уже познали Личность и силу Святого Духа? Дух, посланный нам от Отца, есть Дух-утешитель, Учитель и Наставник. Но на протяжении многих веков Его Личность оставалась недопонятой. Его неверно представляли и неверно толковали. Вы можете облечься силой Духа Святого и познать Его лично, прочитав книгу Рика Реннера «Дух Святой и ты. Могущественный дуэт». Развивая глубокие взаимоотношения со Святым Духом, вы станете могущественным дуэтом, чтобы исполнить ваше призвание. Он наполнит вашу жизнь миром и научит исполняться радости. Из этой воодушевляющей книги вы узнаете, как действовать в Божьей силе, как слышать и различать Его голос, эффективно молиться и твердо стоять в вере. Прочитав эту книгу, вы узнаете, почему сверхъестественные дары должны быть неотъемлемой частью вашей повседневной жизни. Вы откроете могущественное действие Святого Духа в вашей жизни и жизни ваших близких. Не пропустите это специальное предложение. Дух Святой и ты. Могущественный дуэт. Прямо сейчас зайдите на сайт iGency.org и скачайте эту книгу бесплатно. Начните действовать в силе Духа Святого уже сегодня. Зайдите на наш сайт и скачайте эту электронную книгу «Дух Святой и ты. Могущественный дуэт. Бесплатно». Эта книга укрепит вас в вере. Меня зовут Джоал Реннер. И я хочу поблагодарить всех партнеров служения Рика Реннера. Ваша поддержка помогает бездомным. В мире бесчетное множество людей без крова. Жизнь и неправильное решение многим нанесли тяжелый удар. Часто, прежде чем получить шанс рассказать людям о Христе, нужно восполнить их насущные потребности. Это то, что мы делаем. Благодаря вашим пожертвованиям, мы создали возможность для бездомных людей несколько раз в неделю получать помощь и заботу. Мы предоставляем им горячее питание, одежду и медицинский уход, всем лишившимся жилья, кого только можем достичь. Затем рассказываем им о Христе. Благодаря этому проекту мы увидели потрясающие результаты и хотим сделать еще больше. Хотите ли вы стать нашим партнером, чтобы мы могли продолжать достигать бездомных? Видение, которое вы поддерживаете и которое мы стремимся осуществить, состоит в следующем — донести Евангелие Христа и до ближайшего окружения и до краев земли. У каждого из нас своя роль. Прямо сейчас вы можете помочь людям, став нашим партнером в этой работе и поддерживая ее финансово. Для связи с нами воспользуйтесь контактами, указанными на экране, и поддержите наше служение. Благодаря вам мы можем продолжать коренным образом менять жизнь людей. Бог хочет наполнить вас Святым Духом. Если вы никогда не исполнялись Святым Духом, надеюсь, теперь вы видите из Писания, что это Божья схема, Его план для вашей жизни, чтобы вы спаслись, но Он дает вам не только спасение и мир. Это замечательно. Вы пойдете на небеса, если у вас это есть, но вы живете, и вам нужна сила, поэтому Бог дает силу. Это следующее действие благодати, наполнение Святым Духом, которое высвободит Божью силу в вашей жизни. Я помолюсь, чтобы вы приняли это сегодня. Но хочу напомнить, что сейчас вам предлагается книга, которая называется «Дух Святой и ты». Могущественный дуэт. Просто чудесно. Вы должны быть могущественным дуэтом со Святым Духом и высвободить дары Святого Духа. Послушайте эти слова. Вы жаждете познать и пережить большее сверхъестественное действие Святого Духа. У Бога есть сила непознанного доселе масштаба, предназначенная для действий в вас. Если вы прочитаете эту книгу, то узнаете, почему эти сверхъестественные дары должны быть неотъемлемой частью вашей повседневной жизни. Это чудесно. И так прекрасно. Я только что перечитал эту книгу, она замечательная. Я хочу, чтобы она была у вас. Просто зайдите на наш сайт ignc.org и получите эту книгу. Но я хочу помолиться за вас. Отец, во имя Иисуса, благодарим тебя за спасение и за то, что ты даешь нам силу. И, Отец, я прошу тебя за моего друга, который сейчас слушает. Пусть сила твоего Духа сойдет на него и наполнит его от макушки до подошв. Господи, наполни до краев, чтобы был твой избыток. И он молился в Духе, на языках, и было в освобождении в сверхъестественной сфере. Во имя Иисуса. Аминь. Наше время кончилось. В следующей программе я поговорю с вами о том, что такое говорение на языках. Что это? Просто шум? Или при этом что-то происходит? Какая польза от этого? Это будет очень назидательно. Но наше время вышло. Помните Иклисиаста 84, где слово царя, там власть. Пусть Божье слово высвободит свою силу в вашей жизни сегодня. Увидимся в следующей программе. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин